Приветствую всех, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на Тортоисе. И в этом видео будет конкретно один бой, ничего больше. Соответственно, мое любимое слово, в общем-то, тут показан какой-то невероятный результат. Тортоис, в принципе, мне всегда нравился. Эта потасау, она хорошо может нагибать, она танкует действительно. Да, естественно, у нее есть уязвимые зоны, и многие говорят, что она даже картонная, но это совершенно не так. И я считаю, что машина действительно годная, так ее еще и апнули разработчики внезапно, чему, в общем-то, нет оправдания им, ну почему они так сделали, ну я не против этого, я за только, потому что Тортоис является любимой моей потасау на девятом уровне. Но, в любом случае, нам можно только пользоваться тем, что есть в игре. То есть, раз такие условия, раз Тортоис апнули, значит, нужно его выкатывать почаще, если он у вас в ангаре стоит, если еще не прокачали, качайте, если продали, советую выкупить, потому что, ну, хорошие действительно бои могут получаться на данной машине. И, ко всем прочему, данная потасау способна еще и хорошо выполнять боевые задачи, то есть ЛБЗ всякие, а у нас как бы в преддверии ЛБЗ 3.0 нужно иметь в ангаре хорошие машины, в том числе и девятого уровня. Плюс в этом бою использована не совсем стандартная тактика, игрок решил поехать на гору, ну, соответственно, на этой карте на Прохоровке редко на такой вот машине едут на гору, это, ну, обычно считается нонсенсом, там, ну, знаете, был, и до сих пор есть такой гайдодел, вспышка, который говорил, нужно ехать на Маусе на гору, потому что это нестандартно. Ну, вот, игрок поехал на Тортоисе на гору, но в данном случае в этом имеется логика, потому что тут нету трех арт, и нету, собственно, прям таких вот совсем очень опасных машин, там, потасау 10 уровня, для Тортоисе это очень хорошее условие, потому что Тортоис, он хорошо именно танчит машины, у которых не очень большой калибр, и у которых не очень большое бронепробитие. То есть даже СТРВ-103, ну, девятого уровня ПТ-шка, с хорошим бронепробитие, но у нее калибр не очень большой, ей далеко, не всегда она там пробивает Тортоиса, хотя, если голдой стрелять, может быть, чаще пробивает, конечно же. Но, в любом случае, сейчас на этой карте Тортоису неплохо, даже на горе, потому что тут изменили многое, рельеф подправили, раньше, конечно, по-другому тут было, кто помнит, тут не было вот этих вот кустов огромных, поэтому это дополнительная как бы маскировка, это практически сейчас нычка для потасау, в какой степени, ну, по крайней мере, для подвижной потасау, но Тортоис решил действовать, как я уже сказал, нестандартно, поехал сюда, и отсюда он, в первую очередь, обстреливает квадрат F5, ну, это частая такая ситуация, когда там кто-то выезжает пострелять по горе, и начинается перестрелка. Вообще, карта очень унылая, бывает, ну, лично мне она не особо нравится, потому что очень много боев стояльческих, а я стоял его не люблю в танках, да и вообще в других играх, поэтому, ну, обычно это все скучно, и действительно, начало боя обычное, но я обещаю вам, друзья, конец будет просто грандиозный. И, друзья, вы можете выиграть золото, для этого просто напишите комментарий, укажите свой игровой ник, тем самым вы будете участвовать в розыгрыше золота, и сможете урвать такой себе приз хороший. Так что участвуйте. Ну, и, конечно, нужно немножечко золота подфармить, потому что без золота в игре сейчас очень тяжело, в этом я буду пользоваться сайтом vodkit.com и попробую выиграть тут золото, посмотрим, что у меня получится. Сейчас Хэллоуин, сайт украшен таким вот образом, хэллоуиновским. Так, первый, блин, три дня према у меня тут, посмотрим, что дальше будет. Вот тут есть премтанк китайский. И да, сейчас есть 33, вернее, процента скидка на категории, хотя была какое-то время 50 процентов скидка. Ну, скидки они исчезают, даже вот эта скидка 33 процента, может быть, она исчезнет, хотя она уже тут давненько. Но, в любом случае, сейчас, возможно, хороший момент для игры на сайте. Ну, давайте посмотрим, так ли это или нет. Пока что ничего толком серьезного не падает, но я пока не отчаиваюсь. Немного золота уже выиграл. И посмотрим. Может быть, сейчас выпадет премтанк. Но падает еще золото, пока премтанка не видно. Ссылка на сайт в описании, кому интересно. Там же есть промокод, опять-таки, пользуйтесь им, если, опять-таки, будете пополнять счет, потому что это просто сэкономит вам 15 процентов дополнительно, на счет вам капнет, что будет не лишним совершенно. Опять-таки, играйте, ну, сами на свое усмотрение, то есть я никого не заставляю, я просто сам играю, а будете ли выиграть, это по вашему желанию. Так, супер, 777, вот этот промокод, выиграл я все-таки ПТСАУ премиумную. Замечательно. И на этом, наверное, и закончу. Ну, а также можете поучаствовать в бесплатном розыгрыше золота. Ежедневно он проводится. Итак, давайте дальше смотреть бой на Тортоисе. Пока что 2000 урона всего-то. Есть некоторые противники тут на горе. И, в принципе, можно даже по ним пострелять. То есть, увы, у Тортоиса достаточный для этого. Но тут нужно понимать, что вот когда вы выезжаете пострелять по тем врагам, которые на горе, то вы показываете врагам борт, которые находятся рядом с железной дорогой. И они могут борт вам накидать. Я думаю, вы и так все это знаете отлично. Но на всякий случай, кто давно не играл на этой карте, потому что она поменялась, хотя, в принципе, тут не поменялась ситуация. То есть, идет стоялого, кто кого. Но внимательные зрители уже увидели, что по миникарте идет слив зеленки. И часто такая ситуация происходит в боях, где команда какая-то выигрывает явно. У нее есть преимущества. И, соответственно, она может досрочно, по сути, решить исход сражения, потому что база уже в их распоряжении вражеская. И, соответственно, они могут просто захватить базу. В этой ситуации, в этом бою конкретно как раз такое и произошло, что у противников есть преимущество. То есть, они уже едут на базу, и, в принципе, они могут ее захватить. Но по какому-то стечению обстоятельств произошло такое, что просто, видимо, все погнали за дамагом, за фрагами. Видимо, жадность взяла вверх, и вражеская команда поедет добивать вот эти оставшиеся танки, что приведет к очень непредвиденным обстоятельствам для них. Давайте посмотрим, как это все произошло. Уже, соответственно, сейчас начнется что-то интересное. Да, начало боя много стояло. Ну, что я вас предупреждал, это Кава-Карта. Но дальше будет происходить очень много танкования. И, в принципе, Тортоису, я уже говорил, что он отлично танкует, особенно вот в таких вот боях против восьмерок-девяток. То есть, его даже борщ может спокойно не пробить на расстоянии, да и сблизи тоже, если неправильно будет стрелять. У Тортоиса своеобразная броня, то есть, там нужно понимать, как ее пробивать. Ну, в принципе, понятно, что дычок пробивается, но многие не совсем в курсе, как пробивать вот, ну, в места не в дычок, а куда-то в другое место, если у тебя пробитие не очень большое. Просто стреляют куда попало в надежде на то, что это поможет. ЛТ-шка вражеская, Т-54 облегченная, прорывается вперед. За ней Скорпион игрок, пока попасть ни по кому не может. Очень стремительный прорыв противников. Снова ЛТ-шка выкатывается и снова по ней промах, но тут нельзя винить игрока, просто, ну, сами понимаете, снаряд полетел не туда, куда нужно. Еще один выстрел по КС-59 с пробитием противник откатывается назад и получается его добрать. И вот сейчас самое интересное пойдет. Враги едут за домашкой, за фрагами, как им кажется, хотят, наверное, халявного Тортойса. Но это была их большая ошибка, потому что, да, их очень много, у них явное преимущество. И, в принципе, ну, что тут Тортойс, медленно, неспокойно его там окружил, разобрал в борта, в корму. Но проблема в том, что они спешат, то есть они хотят дамаги, хотят фрагов и лезут по одному, и сливаются. Тортойсу это, конечно, очень нравится, потому что ДПМ у этой ПТ-САУ дичайший, то есть достаточно там минуту постоять под его ДПМом, и, соответственно, два танка можно минуснуть спокойно. То есть два танка, у которых 2000 прочности, улетают за одну минуту. То есть около 4000 урона в минуту данная ПТ-САУ, ну, при хороших так, раскладах, если там оборудка есть, если экипаж хороший и так далее, может накидать это очень много. И вот посмотрите, обстрел начинается Тортойса со всех сторон, и 5800 уже игрок на танкал, уже 6, Скорпион Джинни пробивает, сверху еще ПТ-шка, соответственно, выглядывает, игрок отвлекается на нее, дает ей плюху, не пробивает, хотя нет, тут пробил Т54 облегченный, ну, конечно, в корму не пробить, но игрок все равно сопротивляется, то есть отбивается от одного, от другого противника, другой враг совсем рядом, то есть, несмотря на то, что ПТ-шка медленно, игрок успевает, как бы довернуть, чтобы его там, ну, не закрутили, чтобы его не подъехали в, как в самый неподходящий момент, к корме, потому что корма, борта, естественно, тут уязвимый. Облегченный, конечно, очень сильно отвлекает, где остальные противники, ну, не совсем понятно, скорее всего, Скорпион Джи издалека сцедает, ИС-3 где-то катается по центру, наверное, деревни, игрок все-таки добирает к Соро, танкует как-то кормой облегченного, поворачивается, не успевает по нему выстрелить, подъезжает сюда Борщ, совершает эту ошибку, у игрока как раз были заряжены фугасы, да, Борща он, наверное, и приготовил, и просто за какие-то считанные секунды дает две мощнейшие плюхи по Борщу, добирает Скорпиончик, потому что он, ну, на расстоянии был, конечно, игрок в первую очередь добирает опасные ПТ-САУ, вот, отправляет в ангар Борща, пытается ЛТ-шку выстрелить, стреляет, попадает к ней, по ней очень удачный расклад, потому что ЛТ-шка больше всего тут мешала, постоянно отвлекала, два стакшихся противника надвигаются вперед, игрок пытается добрать Шотного ИС-3 с двумя орудиями, но не получается его уничтожить с выстрела, Эстрвеха пробивает, да, у нее пробитие в принципе хорошее, игрок ее гуслит и пытается закрутить Эстрвеху, представьте, он на Тортоисе как бы пытается, ну, грубо говоря, закрутить, но не совсем, конечно, но в любом случае он располагает вражескую ПТ-САУ таким образом, чтобы она бортом была, толкает ее, гуслит, и пока вражеская ПТ-шка пытается повернуться, Тортоис ее снова гуслит и на этот раз добирает, просто грандиозно, друзья, гениально и очень правильно со стороны игрока было это сделать, потому что перестреливаться с ней было бы чрезвычайно неэффективно. Остается последний противник, но вот беда, остался один снаряд и нельзя тут мазать, то есть нужно вот этим последним снарядом добрать последнего противника, что попахивает медалью Фадина. Противник, видимо, туда вниз зачем-то свалился, хотя он мог бы помочь Стервехе, пока Тортоис был занят, но вместо этого он куда-то вниз в болото, видимо, сиганул, либо начал объезжать с другой стороны. Тортоис начинает искать этого ИС-3, который, конечно, подвел, грубо говоря, свою команду, хотя и тут каждый насовершал ошибок. И вот он ИС-3, он все-таки пытался объехать, игрок едет прямо на него, танкует и последним снарядом забирает неприятеля. Это победа. Давайте посмотрим на результаты. Очень много медалек, медаль Колобанова, медаль Фадина, стальная стена и так далее. На этом все, друзья. Вот такое вот интересное сражение. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok